Мы приехали сюда, чтобы познакомить вас с растительным и животным миром данного региона. Мы вам расскажем и покажем. Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами передача «Путешествие по родному краю». И мы опять находимся на выезде в одном из высокогорий Джавского района. Вы видите, что тут на самом деле очень высоко над уровнем моря. Несмотря на то, что этот год был засушливый, снег кое-где еще не растаял. Вы видите, вот снежники за моей спиной. В этом году они не растаяли. И сейчас стоит уже осень. И вы видели, что во все цвета раскрашиваются листва на деревьях. Ну, пока мы тут не встретили никакое животное. Думали и надеялись, что здесь, может быть, в этом высокогории мы увидим серт. Но пока нам это не удалось увидеть. Ну, поездим еще, посмотрим, может, что-то все-таки отснимем. Всегда хочется отснять, помимо растения, что-то из животных. Но, к сожалению, животные себя ведут очень осторожно и не всегда попадают в поле нашего зрения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем двигаться по высокогорию. Очень интересные пейзажи. Я думаю, что вы получите эстетическое удовольствие, посмотрев на кадрах вот эти горы, рядом с которыми мы находимся. Мы попробуем к ним приблизиться. Ну, вот ходим, переворачиваем камни, переворачиваем какие-то доски, бревна. Но пока ничего не нашли. Надежду мы не теряем. Думаем, что все-таки мы должны что-то встретить. Ползучее, живое, прыгающее или что-то должны встретить. Посмотрим, время покажет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А во-вторых, уже поздно для черники. Она осыпается и сама. И помимо того, что она осыпается сама, ею лакомятся очень многие птицы лесные. И также мишка косолапы, который здесь ходит, следы которого вы видели во многих местах, тоже приходит полакомиться черникой. И он ее обобрал, и птицы обобрали. Но то, что осталось, вот вы видите, они уже чуть-чуть подсохли. Это лекарственное растение. Наверное, вы слышали рекламу о том, что она улучшает зрение. Ну, помимо того, что она улучшает зрение, в ней масса различных микроэлементов, которые необходимы организму. Там же рядом с черникой они вместе растут. Растет и рододендрон, кавказский. Называют ее иногда еще и кавказской розой. Это очень красивое растение. Оно такое бледно-кремового цвета. Цветет она где-то в конце мая. Ее много в наших горах. Она обладает рядом лекарственных свойств. В последнее время многие стали ее принимать, готовят из нее чай. Говорят, помогает там при давлении и так далее. Фуга или рододендрон кавказский – вечно зеленое растение. Оно и на зиму не сбрасывает свою листву. Многие в лесу деревья пожелтели, покраснели, побурели. А вот как вы видите, рододендрон, он как был зеленым, так и остался. Вот таким он уйдет тоже под снег, под зиму. Здесь вот уже виден, вот я думаю вам видно, вот зачаток будущего цветка. Ранней весной, после схода снега, эта цветочная почка начнет набухать, и потом расцветет очень красивым таким цветком. Когда-то в древности, читал я в одной книге, наши далекие-далекие предки, они уходили далеко туда в лес, где рос рододендрон, бросали эти ветви в огонь, и когда горела вот эта вот его древесина, то она выделяла какие-то пары. Немножко обладает он какими-то галлюциногенными свойствами. И вот в этих, так сказать, в этом дыму им что-то вроде как виделось, и они могли предсказать какие-то события, которые могут произойти. Вот что из себя представляет рододендрон или фуга-кирунал. Помимо рододендрона кавказской, у нас растет еще и другой вид рододендрона, рододендрон понтийский или колхидский. Но у нас в Южной Осетии рододендрон колхидский растет в западной ее части. Это такие места, как Синагур, Теделет, Харзман. И другая часть в Знаурском районе. Это, если не есть ли, а все, наверное, знают водолечебницу Нагутни. Вот как раз в районе Нагутни очень много понтийского рододендрона. Растет он и в верховьях реки, которая протекает мимо Джагина. Ну и там участки, наверное, встречаются только в той части. В этой части здесь очень холодно. Для понтийского рододендрона он не выносит холода. Этот вот зимостойкий, крепкий, так сказать, к морозам устойчивый, а рододендрон колхидский он более нежный. Но он тоже вечно зеленый, чтобы вы не думали, что он на зиму сбрасывает лист. Мы спускаемся пониже, но пока еще находим в зоне высокогорья. И попали в местность, где пока еще из-за холодов поздно зацвели многие цветы. Если в равнине недавно отцвели, уже осыпались, то здесь еще попадаются колокольчики. Вот посмотрите. Очень красивый колокольчик. Здесь его много, но идти за ним очень далеко, поэтому мы туда не пойдем. Очень сложная дорога, скалистый грунт, скользкий, сыпучий. И здесь же, в это время года, повторяю, уже давно все отцвело, в долине, в низинах. Но здесь вот продолжает цвести знакомая вам растения, которая, как вы помните, называется манжетка. Манжетку очень легко узнать по листьям. Вот посмотрите, какие листья у манжетки. И она тут цветет. Везде она давно отцвела, а здесь она продолжает цвести. Манжетка ценное, целебное растение. Тоже лечит массу всяких заболеваний. И многие об этом знают. Манжетку собирают, она входит в фармакопею. Официально признана официальной медициной. Колокольчики здесь растут разные. Не только такой колокольчик. Есть тут и другие формы колокольчика. И это, и то колокольчики. Но это другой вид колокольчика. Посмотрите, он как бы собранный в кучу. Он называется колокольчик скученный. Компанула глумерата. Вот два вида колокольчик абсолютно разные. То есть так же, как люди разные, так же бывают разные и цветы. Тут очень много цветов. Я повторяю, туда невозможно пройти. Но вы вот так вот на обзорном, так сказать, кадрах, на обзоре посмотрите, сколько тут различных растений. Здесь еще до сих пор продолжают цвести ромашки. Это место редко посещается людьми. Ну, то, что тут, так сказать, есть жизнь, и она насыщенна. Об этом говорит то, что вот здесь вот внизу, прямо под нами, идут тропиночки. Эти тропиночки проложены не людьми, не туристами, а это тропинки, которые пробиты медведем. Ну, я не знаю, сколько медведей там ходило, но, видимо, очень часто медведи ходят по этой тропе, зная, что место это безлюдное. Они безбоязненно ходят, и вот они прямо вот, прямо как тропинки, проложены везде под нами. Там внизу течет ручей, возможно, они приходят на водопой, а возможно, это просто какая-то их охотничья тропа. Ну, посмотрите, она у вас хорошо видна на кадрах. Ну, вы, наверное, обратили внимание и видели на кадрах, что большинство вот гор, где мы находимся, они все очень сильно заостренны. Это говорит о том, что кавказские горы молодые. Старые горы, они не бывают такие, с такими острыми вершинами бывают пологие. Ну, самые старые горы у нас считаются, я имею в виду не у нас, а в России, считаются уральские горы. Они уже древние, очень старые горы, и у них уже вот эта вот сглажена поверхность, нет таких острых пиков, как здесь. Ну, я думаю, что некоторые считают так, что со временем, когда вот эти вот горы станут постарее, постарше, это, конечно, будет не через одну, и не через две сотни лет, то появятся, возможно, скрытые какие-то полезные ископаемые. Пока мы их не видим. Есть, конечно, у нас полезные ископаемые, но пока они явно не просматриваются во многих местах. По своему рельефу местность похожа на то, что в таких местах любят обитать серны, ирунов, сочито. Ну, к сожалению, у нас есть с собой и бинокли, но мы ни одного зверя еще не видели, ничего. И вот вы, наверное, слышали или читали, в интернете к нам приезжали люди из Москвы, которые хотят заселить сюда леопарда, который когда-то давно здесь обитал. Ну, они обследовали многие места, вот я точно не знаю, были ли они здесь или нет. Вот это место, на мой взгляд, конечно, очень подошло бы для этого леопарда. Вот он как раз любит такие скалистые места, перемежающиеся с лесом, с какими-то деревьями, с кустарниками. То есть надо их будет пригласить сюда, чтобы они тут осмотрели эту местность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Здесь в Высокогоре у нас повсеместно растет Иван-чай. Иван-чай мы вам уже показывали. И сейчас Иван-чай в это время уже отцветает. И после отцветения у него образуются вот такие вот семена, которые находятся которые находятся вот в таких пушинках. Когда дует ветер, вот видно сейчас тоже ветер дует, эти пушинки ветром разносятся. Видите, как они разлетаются с помощью ветра и занимают новые пространства. Про Кипрей мы говорили много раз, но повторение вам не помешает. Это очень целебная трава. Она помогает при многих болезнях, при болезнях внутренних органов, при сердечно-сосудистых болезнях и ряду других болезней. ну вот в этих местах здесь мы как раз в высокогоре именно на этом участке его мало, а так ее везде в других местах много, но там нет такого обильного семенного фонда, как здесь. Вот посмотрите внимательно. подъехали мы к водопадам, вы увидите за моей спиной водопады. Они спадают с высоких скальных уступов и если получится на камере, то сейчас солнце, заходящее солнце играет в каплях этого водопада и получается очень красивая радуга. Повторяю, возможно вы ее увидите и получите неизвладимое впечатление. Конечно, аппарат не передает то, что мы можем видеть глазами, но тем не менее это будет вам интересно. Водопад идет вон с самой высокой горы и каскадами спускается вниз. Далее он идет еще ниже, соединяется с другими ручьями, с другими водопадами и все вместе они впадают в реку Джоджору. Джоджора это река, на которой стоит город Квайса. Довольно большая река, здесь ее называют Стердон. И Джоджора вместе со своими притоками впадает в реку Риони. И вместе с рекой Риони они текут к Черному морю. У нас два реки впадают в два бассейна. Ляхва со своими притоками впадает Каспийское море а Джоджора со своими притоками впадает в Черное море. Так, чтобы вы запомнили взрослые дети. Редактор субтитров Вот под этим красивым водопадом я говорю вам до свидания. Спасибо вам за внимание. Спасибо также спонсору нашей передачи. Юго-Осетинскому комбинату хлебобулочных изделий и его директору Шоу Рыву Вадиму Сухаевичу. До следующей встречи. Будьте здоровы и ждите нашей передачи. Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok